Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день. Минуту назад вышел из офиса, из одной полиграфической конторы, с которой имею деловое сотрудничество. Неделю уже туда хожу, договариваюсь о всяких заказах и разговариваю о деле с девушкой, ответственной за все эти дела в офисе. Отдельная комната, никого нет, мы с двоим. И вот в течение недели я по 10-15 минут у нее решал всякие вопросы, а сегодня учитывая сложившиеся отношения, решил рассказать ей о бизнесе. Рассказывал 3 минуты, но 4. Рассказал ей историю, пару историй. Ей 24 года, она закончила институт и сидит, работает за 3 копейки на тетю, которой хозяйки офиса никогда в офисе нет. Она одна решает все вопросы. Стал задавать ей, нравится ли ей такая жизнь, хотела бы она заниматься бизнесом и так далее. И что я услышал? Боже, все одинаковое, тысячу раз я это уже слышу. Она говорит, ну я хочу заняться бизнесом, но пока сейчас не время, потому что у меня же нет стартового капитала, поэтому я вот-вот сижу, и поэтому я когда-нибудь эту песню, длинную, как собачья песня, я уже слышу на протяжении многих лет. И я ей стал говорить о том, что основная масса людей не имеет бизнеса не потому, что она не может его иметь, а потому, что она его не хочет иметь. Она откладывает на потом, обосновывая это всякими разными причинами, в том числе одна из основных, нет стартового капитала. «Откуда он возьмет, если ты 200 долларов здесь высиживаешь?» Ну, одним словом, два слова рассказал я о бизнесе, и сделал ей конкретное предложение, зайти на сайт и во всем разобраться. И она мне ответила отказом. Она ответила мне отказом, она сказала, нет, у меня свои принципы, я думаю по-другому, и у меня свои жизненные планы, и я имею право на это, и извините, Олег Григорьевич, вот-вот, что она поставила меня на место, выслушав. Я видел, что она слушает просто из уважения к старшему, что это ее не интересует, ну, я просто, что это ее не захватывает, что перспектив, который я ей рисую, ее не возбуждает, я это все понимал. Я понимал, что, скорее всего, на 99% мое предложение, на мое предложение отклика никакого не будет. я все это видел, я все это понимал. Но я не мог не сказать ей, потому что, кто я такой, чтобы решать за эту девушку. Я видел, что она жертва этой жизни, этих обстоятельств, что она пройдет по этой жизни, как все, работая на 3 копейки до пенсии, на 100 долларов, скорее всего. но я вот ей рассказал. К чему я все это вам сообщаю? Никогда, 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 никогда невозможно привыкнуть к тому, что тебе отказывают. Никогда невозможно равнодушно относиться к отказу и хлебать, вот эти холодные взгляды, вот эти вот, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот пренебрежение, маскируемая подвежливость, вот это вот, вот все, вот это вот, отлуп, который тебе дают. Никогда к этому привыкнуть нельзя, невозможно. Как бы ты себя не натренировал, какой бы железобетонный и упертый, и с деревянным лбом ты не был бы, все равно неприятно и неохота слышать отказы. Все равно. Тысячу раз ловлю себя на это. Особенно потому, что ты знаешь, ё-моё я, она сегодня сидит, она сегодня сидит вот сейчас в 12 часов 15 минут, работает уже 3 часа 15 минут, и через месяц ей дадут 200 долларов. Я сегодня уже за это время, за эти 3 часа больше заработал, чем она, ни хрена не делая сегодня. И понимая это, и зная это, как же я не могу ей сказать молодой, симпатичной девочке, которая, 24-летней, которая готовится выстроить свою жизнь. Я обязан был ей рассказать. Я видел, рассказывая, что я наткнусь на отказ, но я рассказывал ей об этом коротко, 5 минут. И когда я получил негативный, отрицательный отклик, когда она смирила меня своим взглядом и сказала, что это не соответствует её принципам, то мне, человеку, который сегодня уже заработал за 3 часа больше, чем она заработает за месяц своей молодой жизни, после окончания института, мне всё равно стало не по себе. Вот стало не по себе. Жалко её жизнь. Обидно, что она не знает, от чего она отказывается. Не хочет вникнуть в то, что может изменить её жизнь кардинально, навсегда. Отказывается. И вот эта вот косность, вот это вот нежелание прикасаться к чему-то новому, другому, даже от людей, которые не с улицы пришли, а уже как-то знакомы, как-то сблизились. Это, конечно, выводит за равновесие любого. Даже меня, опытного человека, который уже скоро 20 лет будет заниматься такими вещами. Я всё это рассказываю для одной единственной цели, чтобы вас приободрить. Граждане сети детей, друзья мои, я ошибся, я вам наврал только что, когда я сказал, что за эти 3 часа 15 минут я заработал больше, чем эта девушка за месяц в офисе. Я произнёс такие слова, ничего не делая, я вас ввёл в заблуждение. Я заплатил цену. Я, может быть, сегодня не совершал никаких действий, но я заплатил очень серьёзную цену. И вы все платите очень серьёзную цену. Когда вы терпите вот этот вот моральный урон, связанный с получением отказов от людей, которых вы любите, которым вы хотите помочь, которым вы рассказываете то, во что вы верите, что вы знаете, они вас не хотят слышать. Вот за что нам деньги платят. Нам платят деньги за то, что мы терпим эти отказы. Поэтому, когда вы разговариваете с близкими людьми, они над вами надсмехаются или просто вежливо вам отказывают, вы понимаете, что это и есть та цена, за которую платят вот эти невиданные деньги сетевикам. В любом бизнесе есть отказы, но в нашем особенно. Особенно эти отказы тяжелы, когда ты только начинаешь бизнес. Для того, чтобы преуспеть в этом деле, нужно себя держать в состоянии боевой готовности, в состоянии высокого боевого духа. В состоянии быть способным терпеть отказы. В состоянии, когда ты, несмотря ни на что, продолжаешь держать свой дух радостным, веселым и готовым к дальнейшим шагам. Человек за человеком, человек за человеком, человек за человеком, человек за человеком, и ты находишь нужного тебе. Перебирая, 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 сталкиваясь с неприятными ощущениями, сталкиваясь с насмешками, с кривыми, косыми взглядами, со всякого разного рода неприятными вещами, когда тебе отказывают, когда не разделяют твою точку зрения, когда не хотят двигаться за тобой, когда говорят, что ты занимаешься этим делом. Вот это и есть главная цена. Чтобы это преодолеть, нужно себя к этому готовить. Нужно помнить, что ты в любой момент можешь получить отказ. Надо быть к этому готовым. В любой момент надо пребывать в осознанности и понимать, что тебе сейчас могут отказать, но ты понимаешь, что это нормально, что это обычный процесс. И как бы тебе неприятно не было, ты должен продолжать это делать. Только слабаки, полудохлые и безмозглые, говорят, я больше не хочу это, только не надо, я буду лучше сидеть на работе. Они ничего не поняли. Они свою жизнь спустили в унитаз, отказавшись терпеть отказы. Извините за тавтологию. Отказавшись терпеть отказы от людей, они спустили свою жизнь в унитаз. Потому что лучшего они ничего не приобретут. Сила приобретается, когда тебя бьют, когда тебе отказывают, когда над тобой насмехаются, когда тебе говорят нет, а ты продолжаешь, понимая и зная, что ты все равно найдешь людей, подобных тебе, которые хотят любой ценой вырваться из этого финансового дерьма и стать полноценными, сильными людьми. Я желаю вам удачи!